Серафим Серебин несколько лет назад приехал в Саров из Ульяновска, чтобы получить высшее образование в Саровском физико-техническом институте. Студент выбрал специальность ядерной и радиационной физики. Для того, чтобы стать участником международной программы стажировки, Серафим прошел большой конкурсный отбор. В 2020 году было отобрано около 10-20 человек со всех стран, преимущественно европейские и арабские страны. Также, что касается России, то ОИИ является преимущественной площадкой для таких вузов, как МГУ и МВТИ. Серафим, начиная с самого первого дня стажировки, ответственно выполнял актуальную для лаборатории задачу. Результаты своей работы студент представил на общелабораторном семинаре. Доклад подготовил на английском языке, так как на таких встречах очень много ученых из других стран. Я получил высокую оценку от тех людей и ученых, с которыми я работал. Из тех личных качеств, которые можно выделить, это, конечно, в первую очередь умение учиться, заниматься самоподготовкой. И второе – это собственные научные интересы. Вот эти качества являются очень важными при таких вот практиках. Серафим получил яркое впечатление от встречи с Юрием Аганисяном, ученым, в честь которого назвали 118-й химический элемент таблицы Менделеева. Также студент посещал лекции МГУ и МВТИ. У меня сейчас есть группа студентов, которым я стараюсь передать тот опыт, который мне удалось за полтора месяца там получить. Вот первые практически научные результаты должны уже будут представлены в апреле на ближайшей конференции в Сарфте. В 2020 году в Сарфте открылась студенческая лаборатория математического моделирования физики живых систем. А в 2021 году в институте появилась возможность заниматься зондовой микроскопией. Студенты активно публикуют научные статьи. Сейчас готовимся к открытию Центра цифровых технологий, на базе которого мы сейчас находимся на территории. В рамках этого центра планируем развивать такие направления, как виртуальная реальность. Запланировали в 2022 году аддитивные технологии направления развития. И также у нас готов к открытию Центр суперкомпьютерных вычислений. Студенты активно принимают участие в различных конференциях и форумах, а руководство института поддерживает их инициативы.